В Крыму ответили на слова Помпея о сравнении полуострова с Голланами. В Крыму ответили на слова Помпея о сравнении полуострова с Голланами. 12.31 РИА Новости, Александр Полегинько, глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иофи. РИА Новости, Александр Полегинько, глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иофи. Архивное фото. Симферополь, 10 апреля. РИА Новости. Признание голландских высот территории Израиля и отрицание воссоединения Крыма с Россией является подлым и негуманитарным подходом со стороны США, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иофи. Ранний госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием голландских высот территории Израиля и присоединение России Крыма. По его словам, Израиль получил голландские высоты, чтобы продолжать защищать себя. А Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы. 11.20 Пушков раскритиковал Помпео после заявления по Крыму и Голланам. Оценивать эти два процесса с позиции, что это правильно, а это неправильно, подлый и совершенно негуманитарный поход к вопросу, сказал Рия Новости Иофи. По его мнению, процессы вокруг голландских высот, если принять точку зрения Израиля, и вокруг Крыма, если стать на точку зрения крымчан, совершенно идентичные. Единственная разница, что Израиль не проводил никаких референдумов и действовал в противоречии с документами ООН, но у них были свои резоны, связанные с безопасностью своего государства, так как голландские высоты использовались для того, чтобы наносить удары по Израилю, сказал Иофи. 6 апреля, 9.42. Сирийские голланды после заявления Трампа, к сопротивлению готовы. По его словам, в свое время на Ближнем Востоке были проведены искусственные границы. Это искусственные границы, поэтому жизнь вносит в них свои коррективы, и такие коррективы внес Израиль. Я полагаю, что Израиль был совершенны в своем праве, но действовал против решения ООН и международного законодательства, подчеркнул Иофи. При этом глава ООП подчеркнул, воссоединение Крыма с Россией соответствовало международному праву. 22 марта, 19.10. Болтон объяснил решение США о голландских высотах. Возродилась справедливость историческая. Все, что с Крымом происходило в новейшей истории, это было несправедливо, и народ имел право эту справедливость вернуть, подчеркнул Иофи. Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами на встрече с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. В ходе шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал голландские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.